Всем привет, добро пожаловать на мой канал снова, меня зовут Юля, и в сегодняшнем видео мы с вами займемся тестированием новой косметики, которую я говорила вчера в своем видео, будет интересно, устраивайтесь поудобнее, не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, также это тоже важно, и давайте начинать, поехали! Я уже нанесла праймер на глаза от Makeup by Mario, мне эта палетка нравится, но тут я поняла только сейчас, что оказывается, когда вы используете кисточку, его, которую рекомендуют использовать, она делает так, что праймер очень сухой при нанесении кисточки, то есть он какой-то вообще даже не чувствуется, что вы наносите его, но если вы будете использовать руку, таким образом праймер, он как будто потаивает немножко, становится уже гораздо более пластичным и как какой-то крем, что-то вроде того. И я использовала два оттенка, но в основном я использовала вот этот более темный оттенок в палетке, которая называется Medium. И вот, наконец-то, мы можем перейти к палетке от Too Faced, их Pumpkin Spice, когда я сейчас свочила эту палетку, я увидела, что на самом деле эта палетка, она действительно очень мягкая, некоторые оттенки, особенно светлые в этой палетке, они показались мне очень прямо такими невесомыми, но когда дело касается уже более темных оттенков, вот, допустим, оранжевый оттенок, более насыщенные оттенки из этой палетки, они гораздо лучше видятся на моей руке при свочинге, мне очень интересно, как это все будет показываться на глазах. Я хочу сделать сегодня, наверное, все-таки какой-нибудь такой макияж, вдохновленный Pumpkin Latte. И начать я хочу с этого красивого оттенка, который называется Love You A Latte. Очень милое название, на самом деле, для этой палетки. Я нанесу его прямо вот сюда, в зону, где можно увидеть мою настоящую натуральную тень. Мне кажется, это будет идеальным нанесением, но эта кисточка, по-моему, действительно очень толстенькая для этого, прям она очень такая, знаете, объемная, и это не то, что нам нужно. Поэтому я возьму кисточку от It Cosmetics и сделаю то же самое. То есть, да, я вижу этот очень хороший пигмент, это здорово, потому что очень часто палетки от Too Faced, они могут быть как игрушечными, я бы сказала, из-за того, что у них нет этой пигментации, как у Динона, например. Возьму другую кисточку от It Cosmetics также и немножко растушую эту линию. Я решила взять самый белесый оттенок из этой палетки, чтобы подкорректировать растушевку. Пахнет она, кстати говоря, очень приятно, действительно. Дальше хочу взять оттенок Ginger Spice, это такой настоящий оранжевый оттенок, нанесу его прямо вот сюда, там, где встречается моя растушевка. Да, он действительно пигментированный, то, что нам нужно, в принципе. Мне кажется, он немножко красноватым отдает, кстати говоря. И, конечно, немножко притушуем этот оранжевый. Вообще, хочу сказать точно, что пока что мне очень даже нравится, как происходит нанесение, растушевка и так далее. Очень хорошо для Too Faced, на самом деле. Нет никакой грязи, не знаете. Дальше хочу взять оттенок Spice of Life. Я нанесу его в наш уголок глаза в этой части и немножко затемним его. Мне очень нравится, что с этой палеткой можно создать, как мне кажется, очень носибельный, естественный, повседневный Smoky Eyes. Это очень классно, потому что не очень много палеток позволяют вам орудовать таким большим количеством разных оттенков. И при этом, ну, чтобы они были нормальными, то есть не очень пигментированные, не недопигментированные и так далее. То есть это прям идеально. Ребят, мне очень интересно, что вы думаете насчет палеток Too Faced? Вообще, вот как они в России, по крайней мере, котируются или нет? Потому что очень многие люди почему-то, ну, скажем так, о, Too Faced, ну, типа, окей, есть гораздо лучше и интереснее бренды. Дайте мне знать, что вы думаете о Too Faced. И дальше я хочу взять вот этот оттенок Cocoa Drizzle и нанести его на нижнюю часть ресниц, именно вот сюда. Водная часть ресниц, вот. И, в общем, я надеюсь, что это сделает наши глаза гораздо более такими, знаете, выразительными. Вообще, ребят, эта палетка, с ней можно сделать столько классных образов. Просто я в шоке, что в России она до сих пор не пришла и так далее. Какой приятный у нее аромат, это просто божественно на самом деле. Мне кажется, что Too Faced это единственная компания, которая до сих пор пытается продавать свои палетки, которые вот, ну, такие именно, ароматизированные. Как-то больше я не слышала ни об одном бренде, у которых были бы такие ароматизированные палетки, и они, ну, в общем, постоянно выходили с чем-то новым и с чем-то новым. Мне кажется, что Too Faced является тем, кто создал вот эту самую моду на ароматизированной палетке. Дальше я хочу взять этот красивый оттенок, который называется Ala Mode. Это такой, знаете, грязный цвет хаки, я бы так сказала. То есть не такой насыщенный цвет хаки, если правильно выразиться. Нанести его хочу вот сюда, чтобы растушевка не выглядела такой прям темной-темной. Следующий оттенок, я хочу взять этот красивый оттенок Pumpkin Spice. Мне кажется, что у меня еще ни разу не было макияжа с оранжевыми тонами, и вот это первый раз. Вау, он красивый. На самом деле такой настоящий оранжевый, который вы и представляете, смотря на тыкву. Прикольно. Вау, ребят, мне невероятно нравится, как этот оранжевый показывает себя. Это очень-очень красиво, и знаете, с ним легко работать, и это очень круто, потому что не очень много оранжевых обладают такими характеристиками. То же самое с вторым глазом, естественно. Я, наверное, это все вырежу, потому что, наверное, вы не хотите смотреть, как один оттенок наносится на веко в течение пяти минут. И вот такой у нас получается лук постепенно с этой палеткой Pumpkin Spice. Я сегодня, ребят, нанесла тон от NARS. Это их новый суперматовый, но в то же время он, ну, как бы живой на коже выглядит. Я нанесла его, и я понимаю, что мое лицо, оно как будто бы, знаете, припудрено. То есть оно такое прям, не то что суховатое, оно очень жестко чувствуется. И я, допустим, пытаюсь нанести какой-нибудь праймер или что-то растушевать, и я чувствую, что оно прям такое, знаете, не увлажненное, как будто бы. Хотя я нанесла праймер от Rebeauty, их супер такой, знаете, блестящий праймер. Вот, и я не знаю, прям, я даже не заметила в первый раз, когда я пробовала этот тон от NARS, что он такой прям жесткий на коже. Вы даже, наверное, чувствуете, что я сейчас пытаюсь пройтись этим спонжиком, и кожа прям не такая увлажненная и гладкая, как если бы я использовала другой тон. Теперь самое, наверное, интересное, мы нанесем спарклы. Я даже не знаю, какой нанести мне спаркл сегодня, потому что их тут так много, что глаза разбегаются. Наверное, я возьму какой-нибудь спаркл, допустим, вот этот вот, который называется Oh My Gold. Oh My Gold это игра слов, опять же. Базовый розоватый спаркл, в принципе, вау. Пигментация на высоте. Очень красиво, хотя, наверное, по моему мнению, если бы здесь был какой-нибудь более серебристый оттенок, это было бы немножко получше. Качественно очень спаркл, мне нравится. Мне интересно попробовать этот спаркл, который называется Wanna Piece of Me. Он выглядит здесь очень фиолетово-синим таким в рефиле. Мне интересно, как он будет смотреться на глазах. Вау, этот спаркл, Wanna Piece of Me. Он, знаете, гораздо более, естественно, синеватый, но он, в принципе, не выглядит таким суперпигментированно-синим. И они, кстати говоря, это очень смешно, но эти два спаркла, два разных цвета, они выглядят почти идентично. То есть, я не вижу глобальной разницы между розоватым и фиолетовым. То есть, они выглядят идентично, ребят. Как это, возможно, вообще смешаем оба спаркла на двух глазах, чтобы все это смотрелось идентично все-таки? Вы знаете, что я пропустила тот факт, что я теперь не вижу оранжевого цвета на глазах, потому что, к сожалению, спаркл все это перетащили на себя. Кстати, ребят, мне очень интересно, что вы думаете по поводу новой палетки от Селены Гомес? Она же вышла с двумя новыми палетками, и одна из них более такая розовато-фиолетовая, вторая палетка более желтовато-сине-зеленая. И мне интересно, что вы думаете вот об этом запуске, потому что очень много людей сказали, что в этих палетках присутствует одно но. Все красиво, да, все здорово, цена 25 долларов, но в этих палетках все шиммеры, нет ни одного матового оттенка. И я посмотрела на них, и я такая, я не знаю, нравится ли они мне, купила ли бы я их, использовала ли я эти цвета бы каждый день, я не знаю. Но это же Селена Гомес, это Рэр Бьюти. И мне интересно, что вы думаете о них, потому что вот вроде как, да, есть имя, да, у нее хорошее, отличное качество ее товаров, косметики. Но, как бы, есть ли смысл покупать их на обзор и делать в них обзор, если цвета в них, ну, не такие вау? Напишите в комментариях, что вы думаете об этом новом запуске. Ну, цена, конечно, 25 долларов, это просто вау. Селена, конечно, умеет сделать так, чтобы ее косметика была доступна, понимаете. Я не знаю почему, но мне хочется добавить еще какой-нибудь более яркий цвет. Вот, ну, это все убралось, то есть нет этого Pumpkin Spice у нас. Допустим, этот оттенок, который называется Ginger Spice, тот же самый, который мы уже использовали, и нанести его, например, вот сюда. Да, совсем по-другому это все смотрится, определенно гораздо лучше, потому что все темные оттенки, они, естественно, забрали на себя внимание более светлых оттенков. И это нам не нужно в данном случае. Я хочу взять свой праймер от Too Faced и немножко пройтись здесь, потому что я чувствую, что я не могу нормально убрать эти блестки, потому что кожа невероятно сухая стала. И заодно подредактируем, конечно, растушевку нашу. Нашим последним шагом сегодня будет использование какого-нибудь очень темного оттенка, чтобы сделать красивую, естественную стрелку. И я возьму оттенок Spice of Life. Как-то так у нас получилось. Сейчас я хочу взять тушь от Charlotte Tilbury и ее Push Up Lashes. И давайте посмотрим, как она работает. Кисточка этой туши, она очень интересная, потому что она как резиновая. Таким образом, она все ваши реснички берет и собирает вместе. Как будто, когда вы проводите ей по ресничкам, реснички подпрыгивают и фиксируются наверх сразу. Я бы так это описала. Что мне очень нравится, вы не получаете огромное количество туши на щеточке, когда вы туда ее пытаетесь запихнуть, чтобы достать опять. Это странно объясняю, но... По-моему, эта тушь очень даже хорошая. По-моему, у меня уже это третий или четвертый слой. И я вижу, что чем больше слоев... По-моему, у меня это уже либо третий, либо четвертый слой. И чем больше слоев, естественно, тем гораздо ваши ресницы будут выглядеть эффектней, объемней. И да, мне кажется, что эта тушь идеальный вариант на повседневную носку, потому что она дает тот самый эффект, который вы, допустим, ждете от туши за 29 долларов. И к тому же очень близок эффект к эффекту накладных ресниц. Дальше мы хотим попробовать новую палетку от Dior, их Rose Gold Palette. Палетка вышла в трех разных оттенках. Есть у них просто золотая палетка. Это палетка Rose Gold, розово-золотистая. И также у них имеется палетка с очень глубокими коричневыми оттенками, которая хороша, как мне кажется, больше как бронзер, палетка бронзеров. И эта палетка вызвала у людей гораздо больше каких-то позитивных эмоций. И, конечно, я не осталась в стороне, потому что мне нравится такая гамма. Мне кажется, эта гамма подойдет любому человеку с таким же оттенком кожи, как у меня. И вы знаете, все оттенки, они выглядят здесь очень металлизированными, очень блестящими при нажатии. И этот оттенок, он, кстати, мне кажется, единственный, у которого не так много блеска в нем. Сейчас я посвочила их, и они все смотрятся невероятно красиво. Естественно, такой как мокрый блеск, как будто бы виден при свочинге. И эта палетка стоит 45 долларов, вы получаете 4 оттенка. Я думаю, что у каждого свое мнение насчет того, дорога ли эта палетка, или она очень даже нормальная по цене, все-таки это Dior. Это люксовый бренд. Мне кажется, даже наравне с Шарлоттой Тилбери, как мне кажется. Что очень круто, эта палетка сделана в Италии, поэтому качество это должно быть вообще на высоте. Я хочу, наверное, начать с вот этого красивого оттенка розового. У меня розовая кисточка, тоже все нормально. Оттенок называется Metallic Pink Gold. Еще немножко возьму этого же оттенка. Вау! Я вижу видимый, но в то же время естественный блеск розового плюс золотистого оттенка вместе, как это ни странно, но красиво, красиво. Единственный момент заключается в том, что я не часто ношу такие оттенки с золотом, золотым отливом. У меня есть подписка на Ipsy Box, и они всегда присылают разные хайлайты, разные тени какие-то, но хайлайтеры это отдельный разговор, потому что, как правило, они неизвестных брендов, и они все, все как на подбор, золотистые. Я не очень люблю золотистые, поэтому надеюсь, что я полюблю эту палетку, потому что это все-таки Dior. Да, чисто такой розовый-розовый пигмент. Сейчас я покажу вам, как это все вблизи смотрится на моей коже, чтобы вы имели представление. Ну, да, это необычно. Хочу нанести свой бальзам от E.L.F., потому что чувствую, что мои губы, они как-то пересушены немножко. Я так понимаю, что эти все оттенки, они как в обычной любой другой палетке, то есть это румяна, это бронзер, это хайлайтер, и это тоже как хайлайтер. Я хочу нанести этот красивый оттенок хайлайтера, я так понимаю. Мне очень интересно, будет ли в нем розовый потом, наверное, нет же, правильно? Ну, должно быть. Я хочу нанести его на эту щеку. Я не вижу ничего. А, нет. Этот оттенок бронзы имеет в себе очень легкий пигмент, то есть его почти даже не видно на лице, на яблочках щек, очень естественный финиш. То же самое сделаем с левой стороной, я нанесу румяна, которые у нас розово-золотистые. Мне кажется, что я вижу то, что на моих щеках уже есть, а именно небольшие как следы от прыщей, так называемые, я их вижу, то есть они как будто подчеркиваются, но мне кажется, с любым хайлайтером это, в принципе, ожидаемо. Давайте попробуем наш сам хайлайтер в таком красивом серебристом оттенке, прям действительно серебро-серебро. Очень жаль, что здесь нет никакого зеркала, потому что приходится использовать другую палетку с зеркалом. О, вау, это очень активный, очень активный хайлайтер. Мне нравится, кстати. Хайлайтер здесь очень даже хороший. Нанесу хайлайтер на носик немножко, совершенно немножко, то, да, это будет не очень красиво смотреть, естественно. Конечно, вот честно, ребят, если вы будете использовать все оттенки из этой палетки, ваше лицо будет невероятно таким, ну, блестящим, но не в хорошем смысле. То есть есть такой здоровый блеск, который совсем немножко мы наносим, да, чтобы придать нашему лицу этот здоровый блеск. Ну, да, я извиняюсь за тавтологию, но это факт. Если я буду использовать все-все оттенки из этой палетки, которые все имеют шиммер в себе, то мое лицо будет смотреться как блин. Возможно, даже если это Dior, если вы переборщите с этой палеткой, то, ну, это будет смотреться не дорого, не красиво, не по-модельному, да, потому что все-таки Dior Backstage, это же модельная коллекция, как модельная. Вы понимаете, о чем я говорю. То есть она предназначена для использования на подиумах, потому что она легкая. И я не знаю, честно, мне кажется, что это, ну, неплохие румяна, неплохая палетка, неплохой пигмент. Но я не знаю, что сказать. Я не могу сказать, что я прям такая вау. Может, потому что это не то, что я хотела, не то, к чему я привыкла. Когда дело касается таких блесток, такого пигмента, такого шиммера, такого цвета. Сейчас мы все-таки переходим в зиму. Такие цвета будут немножко неактуальны, потому что все-таки зимой тебе хочется все более или менее матовым, не таким блестящим-блестящим. Хочу нанести блеск от Tower 28 в оттенке Coconut. Он действительно чувствуется очень увлажняющим, то есть вау. И он не липкий ни разу даже. Я считаю, что этот оттенок очень освежает. Моя внешность какая-то не странная, и мне он нравится. Не липкий. Кстати, я сейчас покажу вам сравнение с блеском от Rihanna. Ее блеск в оттенке Latte Lips. Он примерно в таком же оттенке, но когда я наношу его на свои губы, я чувствую этот непонятный вкус, привкус масел, такой как будто прожженный, какой-то прожженный масло. Я не знаю. И я сколько ни пробовала полюбить этот блеск, я не смогла. А здесь же я не чувствую никакого, я не знаю, привкуса непонятных масел, хотя здесь масел невероятное количество. И это очень круто. Определенно стоит пробовать, потому что бренд новый, молодой. У них, я уверена, скоро будет много других разных выходов косметики. Я закончила со своими глазами, нанесла реснички. Я чуть-чуть подретушировала свою растушевку, конечно, и мне кажется, что это смотрится красиво, но по какой-то причине я не смогла получить сегодня этот, знаете, pumpkin spice look. То есть, да, это смотрится очень, ну, повседневно, не знаю, но это смотрится более нюдово, чем я ожидала этого. Я хочу использовать свою пудру от Cover Girl Clean Fresh. И это пудра в оттенке Fair. Пудра должна убрать весь наш жирный блеск и сделать лицо гораздо более презентабельным. Конечно, блеска на лице у нас невероятное количество сегодня. Все компоненты, включая нашу пудру от Dior. Не знаю, видите ли вы или нет, ребят, но мне кажется, что эта пудра и сделала свое дело, и лицо выглядит гораздо лучше. Пудра не очень дорогая, но мне она уже нравится. Я вам говорила в прошлом видео, что благодаря содержанию большого количества разных экстрактов, например, экстракта Aloe, эта пудра еще и как уходовая получается. Я втюрала свой блеск, как вы видите, от Tower 28, и я хочу использовать какую-нибудь мини-помаду от Charlotte Tilbury. У нас три оттенка Very Victoria, Walk of No Shame и также Pillow Talk, естественно, самый популярный оттенок из ее линейки. И я хочу почему-то использовать оттенок либо Walk of No Shame, либо Very Victoria. Сейчас мы посмотрим, какой из них будет лучше. Так, это у нас Very Victoria, и этот оттенок Walk of No Shame. Мне кажется, что лучше что-нибудь нюдовое все равно взять, потому что все-таки макияж достаточно такой активный. Губы прямо такие, знаете, увлажненные, я чувствую, и они как бы немножко липковатые. Совсем небольшой намек на это. Ее помады так вкусно пахнут, на самом деле. Это очень красивый цвет. Я знаю, что когда я наношу помаду таким образом, когда я крашу поверх своих губ, губы выглядят гораздо более большими, но они не такие большие. Просто помада делает их такими. Прикольный оттенок. Я, если честно, даже не вижу большую разницу между Pillow Talk и Very Victoria. Для меня они выглядят, может быть, даже одинаково. Это был оттенок Pillow Talk. Еще такая разница никакой нет, они все одинаково смотрятся. Понятное дело, потому что это был Pillow Talk. Итак, оттенок Very Victoria, 100%. Да, он потемлее чуть-чуть, это сразу видно. Немножко странно использовать помаду, которая, знаете, такая маленькая, но она действительно с мой палец. Ну, смотрится красиво, как вы думаете. Пишите в комментариях, не забывайте. И теперь давайте попробуем наш спрей от Milk. Мейкап этот спрей обещает нам все, что нужно от спрея. Сделать так, что ваш макияж будет держаться до 12 часов на вашей коже. В общем, вы будете чувствовать эффект этот глаз-скин. Я закрою глаза, чтобы не попало это все на мои реснички. Вы знаете, да, я сразу увидела этот блеск изнутри исходящий. Это круто. И текстура этого спрея чувствуется очень, я не знаю, мягко и очень приятно. Это круто. Случилось так, что этот спрей попал у меня на зону шеи, где у меня нет никаких блесток, никакого шиммера. И даже эта зона, она стала гораздо более сияющей, что, в принципе, ну, понятное дело, что этот спрей это и делает. Он делает ваше лицо гораздо более сияющим, отдохнувшим, красивым, здоровым. И, вы знаете, этот спрей действительно мне понравился. Опять же, если у вас огромное количество шиммера на коже, вы вряд ли увидите, что этот спрей делает. Пробуйте его первый раз, когда у вас не так много на лице шиммеров. И вы увидите результат, я уверена. Что, получается, мы закончили со всеми новыми товарами в этом видео. Здорово, это было быстро. Итак, сейчас я хочу пройтись по всему тому, что мы использовали в этом видео и сказать вам какие-то выводы, что я думаю о том или ином товаре. Итак, начну я, наверное, с палетки Too Faced Pumpkin Spice. Я считаю, эта палетка действительно хороша. Да, у нас сегодня не получился тот самый идеальный макияж тыковки, макияж тыквенный. Но мне понравилось, как это все растушевывается, как это все показывается на моем веке. Ведь бывает так, что покупаешь тени от Too Faced, и они настолько невидимы на веки. Это не тот случай. Я в нетерпении еще поиграться с этими красивыми розовыми, пыльно-розовыми оттенками. Я обожаю эти оттенки. Вообще, палетка меня впечатлила. Я еще буду играться с ней, пробовать разные виды макияжа. Не могу сказать ничего плохого. Определенно, если вы любите такую гамму цветов, то посетите американскую сифону, на которой ее уже нету. Поэтому, я не знаю, может быть, на сайте Too Faced она еще есть. Единственная, наверное, упаковка, мне кажется, немножко такой, знаете. Да, здесь есть магнит, но когда я, допустим, защелкиваю свои палетки от Makeup by Mario, это все гораздо чувствуется sturdy на английском языке, типа более надежным. Вот. То есть, эта палетка, она как будто бы не такая надежная, из-за, наверное, материала, из которого она сделана, но дизайн. Дизайн вообще огонь. Мне кажется, он очень хорошо отражает сущность этой палетки, какие цвета внутри. Но она не пахнет как тыковка, она пахнет больше как корица, кстати говоря. Дальше тушь от Charlotte Tilbury Push Up Lashes. Мне она понравилась, как ни странно. Эта тушь, она сделала мои ресницы такими невероятно какими-то прыгучими, что ли. Я даже не знаю, как это писать. Они как будто бы были зафиксированными. Когда я наносила свои реснички, я не могла долго, так сказать, опустить их вниз, потому что они настолько вот зафиксированы, настолько они отлично покрыты этим слоем туши, что, в общем, это было сложно. У меня ничего не было на моих веках, потому что обычно, когда я использую любую тушь, у меня она отпечатывается везде на веках, на нижней части ресниц. Здесь же этого не произошло, и это сильно очень круто. Тушь прошла мой тест тоже определенно. Дальше палетка от Dior, наш Rose Gold. Я не знаю, я как-то не подумала, что это прям что-то такое, что вау. Я не могу сказать, что я была такая, о, Dior, палетка, вау, какое классное. Нет, я скорее более, знаете, такая скептичная в этом плане, потому что это мой первый раз в покупке палетки от Dior, и мне показалось, что в этой палетке слишком много шиммеров. Она хорошая, она дает мне очень классный блеск моей кожи, но вот именно розовый, розовый цвет в этой палетке, я не считаю, что это будет прям мой самый любимый цвет, потому что не каждому человеку подходит розовый холайтер, и поэтому, да, другие оттенки в этой палетке мне не понравились. Здесь очень прикольный шиммер, это все смотрится очень воздушно, как будто бы у вас нет никакого продукта на щеках, это здорово, это, наверное, то, почему мы все покупаем люксовые бренды, из чего они делают свою продукцию, какие ингредиенты они используют, все это смотрится, как правило, в люксе гораздо более лучше. Да, это хорошая палетка, но я не считаю, что это прям что-то невероятно новое, и какая-то как революция в мире косметики, даже в Diorovской линейке. Мне кажется, что их прошлые коллекции, для меня они смотрелись гораздо более интересно почему-то, чем это, но я еще буду с ней играться, пробовать и смотреть вообще, что это такое. Мне понравился блеск этот от Tower 28, прям невероятно классный блеск, я не почувствовала ни липкости, ничего такого, что есть в других блесках, я сравнивала его с блеском от Rihanna, и там был невероятно такой неприятный вкус, здесь вообще вы ничего не чувствуете, вы чувствуете только сам продукт на ваших губах, и он приятен, он действительно приятен, вот ни дать, ни взять, цена и качество в данном случае смешиваются вместе, и не зря люди поют оды этому блеску, говорят, что это очень классная вещь, американки говорят даже, что я хочу взять еще больше цветов, потому что настолько мне он понравился. Тушь от Charlotte Tilbury, я первый раз покупаю такой маленький сет, в котором такие маленькие малюсенькие размеры помад, я считаю, это хорошая возможность попробовать ее все основные кассовые оттенки, но я не заметила разницы никакой между, допустим, оттенком Верри Виктория и пилоток, может быть, какая-то маленькая, минимальная, если бы я была при дненном свете, наверное, я бы это увидела, так я этого не увидела пока что. Отличная новогодняя коллекция, мне кажется, даже отличный подарок кому-то, брошу свою сумочку и буду пользоваться, когда нужно быстро подправить губы. Стоит ли это 29 долларов? Я считаю, что упаковка здесь стоит больше, наверное, чем сам продукт, потому что упаковка здесь действительно чувствуется люксовой, так же, наверное, как и ее другие обычные помады, так смотрится ее обычная помада пилоток, вот так смотрится ее мини-версия, никакой разницы нет. Эта помада в мини-размере еще более текстурированная, чем эта. Сколько у нас здесь миллиграмм? Ну, в общем, да, определенно, эта помада меньше, чем ее оригинальная версия. Мне понравилась пудра от CoverGirl в оттенке Fair. Это действительно очень миленькая, компактная пудра в очень, опять же, тоже миленьком цвете, и я думаю, что если вы охотник за бюджетными американскими брендами, то эта пудра вам должна понравиться, потому что она делает все и даже больше. То есть, допустим, вы можете купить пудру от Charlotte Tilbury, и она будет стоить, не знаю, так 50 долларов, и, может быть, даже даст вам такой же эффект, как эта пудра. Не зря же ее так много американских блогеров нахваливают. И последнее это спрей от Milk Makeup. У них есть такой же продукт, но в формате праймера, и потому что праймер был настолько популярен, они решили выйти со своим спреем, что очень умно, потому что спрей, он, как мне кажется, немножко более важен, когда дело касается законченности макияжа, потому что ты можешь воспользоваться им, и у тебя будет гораздо более сияющий эффект, потому что все-таки это на твоей коже, а не под слоями тона, консилера, там, пудры, чего еще можно. Поэтому это очень классный продукт. Мне понравилось, что я вижу, я увидела этот эффект сияющей кожи, как будто бы изнутри, и я не уверена, есть ли у меня другой спрей, который сделал такой же эффект. Он не чувствуется на коже вообще никак. Я точно могу сказать, что кожа очень гладкая на ощупь, нет никакой липкости. Пахнет он тоже приятно, это как такой бонус. Я определенно советую этот спрей, потому что он делает свое дело, не зря у него столько много хороших отзывов на сифоре. И на этом я хочу закончить свое видео, надеюсь, вам понравился сегодняшний наш тестинг новых продуктов из сифоры, из алты. В общем, мне кажется, это был такой, знаете, микс продуктов бюджетных, продуктов более люксовых, сифоровских. Поэтому да, пишите в комментариях, что вы думаете, считаете ли вы, что эта палетка Pumpkin Spies действительно хорошая, или так себе. Мне будет очень приятно узнать ваше мнение. Пишите внизу, что вы также хотели бы увидеть на моем канале в следующих видео. Это очень будет полезно. Таким образом, я буду знать, что вы хотите увидеть в обзорах. И я с вами прощаюсь, ребят. Желаю вам прекрасного настроения, хорошего дня, ваша Юля. Всем пока!